вот этого вот это вообще тут народу вот на второй этаж мы еще не поднимались тут что-то может быть интересное как у вас тут много всего тут конечно станция побывали в медпункте в местном прошли как быстро мы прошли обследование нам дали еще лекарство 13 уровень а чё красным так светится ну ганте 8 ой все ганты там все порешает он 18 уровня вот это что такое крылья я че буду летать я умею летать или я буду уметь летать это лопата звездный щуп это звездная лопата вечерочек ты на канале ганты games где мы с тобой играем в разные игры мы продолжаем играть в конкаст rail начнем как обычно с книжечек там всего их парочка штук так есть вот это и вот это не теряем время и идем читать правила и условия пользования коллекционным залом герты правила условия пользования коллекционным залом хотя только господа герта может входить в него это где мы смотрели все наши штуки вот эти диковины несмотря на то что он используется только герты он все же разработана она все же разработана для него правила коллекционный зал важное место где хранятся диковины лица в не имеющем отношения к коллекционному залу не разрешается входить или используя какие-либо предметы помещений конечно даже при наличии разрешения госпожа герта имеет право отозвать его в любое время за предметы в коллекционном зале несет ответственность специальный персонал предметы которые могут быть предоставлены для выставки или исследования должны использоваться под наблюдением и руководством основного персонала при строгом соблюдении правил эксплуатации. Разрешение на демонстрацию любого из предметов коллекции выдается исключительно госпожой Гертой. Госпожа Гертой имеет право изменить решение о разрешении в любое время. Если предмет в коллекции может вызвать отрицательные эффекты, необходимо усилить условия его содержания. В случае отсутствия процедуры безопасности эксперимент может быть прекращен в зависимости от серьезности. Если предмет в коллекции может иметь положительный эффект, его условия содержания должны быть усилены еще больше чтобы избежать утечки положительных эффектов в пользу тех то этого не заслуживает а выходе из коллекционного зала следует и проинформировать госпожу герту и других сотрудников отдела безопасности помещение запрещается оставлять аппаратное или программное обеспечение способно осуществлять мониторинг или запись господа герта имеет право на окончательное толкование выше упомянутых правил и последнее правило использования а подожди вот она премия галактики заправить праведную службу почета награда присуждаем отделом галактической геополитики герты в знак признания соратников частичного правосудия а так а господин ганты у топ это мне что когда расплавленный поток гамма лучей нейтрин а блокируется запределивание спиральных ветвей галактики когда еще один коварный план истребителя лорда опустошителя был разрушен находчивым рейнджерами гул справедливости перри преодолевает звездную стену сохранения и народ под покровительством семи эонов ликует не спокойную янтарную эру отдел галактической геополитики герты продолжает перехватывать короткие сообщения на расстоянии световых лет все благодаря вашему справедливому деянию которая оказала влияние на смутные флуктуации энергии космоса такой редкий акт торжествующий справедливости сейчас особенно ценен возможно это не поможет раз и навсегда одолеть безобразного противника не имели навернуть утраченные права пострадавшим но в конце концов сработает эффект бабочки вопреки злому умыслу благодаря добрым намерениям в историю космической справедливости вами уже внесена своя лепта маленькая птичка справедливости летит сквозь свет звезд чтобы поздравить вас лорд мироподдержания настоящим присуждаем вам данную премию пусть среди бескрайних волн космоса ваша фигура стоит нерушимо распоряжаясь рассветом и упадком отдел галактической геополитики космической станции герта 2157 год интернеры исследователи elizabeth watson подпись лорд мироподдержания и на вот этом моменте заставочку мы и посмотрим так теперь теперь у нас достижения иронис вы верните контур где хранятся столороны вызови и размытые воспоминания а слушай но есть смысл короче это все почитать потому что много 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 всего но я думал об этом очень долго что давай-ка мы пройдемся по всем ачивкам прочитаем вместе а потом понял что это не особо удобно это займет очень много времени нужно ли там их много всякого максимально вот смотри семь дней я семь дней заходил семь дней ты знаешь как сложно я в течение месяца пытался не про просмотреть время и просматривал я очень долго этим занимался но получилось видишь видишь заработали так журнал путешествий подарочки получаем супер не теряем время и все себе забираем что у нас еще так это что это письмеца письмеца о о о ой ой как много всего мне дали а благодарим вас за ежедневную отметку а все я короче уже этот прошаренный человек понял я отметочки делаю ежедневные захожу туда и все и получаю теперь это что за веб-событие я даже не понимаю что я делал если честно я вот вот какое-то событие что-то я сделал а можно как-то быстро типа о получше все это все в целом одно и то же да 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 получаем все вот супер супер я раз понял что что-то это дело не то и так все да смотри смотри короче я думаю что нам нужно где карта как мне как мне в карту попасть вот она и да все нам нужно были подожди а как мне вот вот мне нужно вот сюда мне нужно к цветку цветок же сказал что нужно прийти комментариях мне написали что нужно прийти на следующий день хотя мне цветок сразу же что-то отдал я вот этого не помню он не что-то дал но что я не помню он вроде дал мне лайк вот от который мы получали неужели действительно к нему нужно еще раз прийти знаешь столько и следователей прошло мимо меня вчера когда-то ушел толпа только сплетни удалось узнать я в курсе всего что тут рассказывают по секрету ох и ничего себе на станции людей вроде не так много зато как они друг с другом сцепятся сцепятся так только искры летят не думал что ты любишь сплетни у тебя видимо очень хорошие уши ты сейчас выглядишь гораздо лучше похвалим скажи от этого чудо напитка у меня разгладилась кожица волосы уже позеленили обратно с природной энергией ничто не справит не сравнится в общем спасибо за помощь вчера и вот держи обещанное давай давай бери не стесняйся и заглядывай ко мне надо ладненько друг меня тут опять и заварят без воды заморят заморят вот что-то еще а ну просто поливать по инструкции ну вот видимо ради этого мы и пришли так теперь мы идем обратно на задание вот сюда не отсюда нельзя подожди а я забыл а вова-вова-вова тихо вот сюда все и сейчас мы быстренько пройдем быстренько порешаем всех и я думаю до экспресса нам недолго останется ой подожди а что там что это что-то а то что мы сейчас поговорите со странным растением на космической станции и проведать и проведайте его на следующий день вот понимаешь мы можем это все прочитать в целом вот так вот пролистать прочитать этом свинку копилку видел я вообще не понял чем что за свинка копилка которую нам сражаться для меня свинка копилка это из истории игрушек о по они восстанавливаются я думаю ты понял о чем я так это нам не нужно можно времени тратить и в целом можем а почему ты включен я тебя выключал в прошлый раз ой тихо 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 не берем вот ее делаем вот его я попутал я забыл что они на себя это применяет про пролистываем это будет целом быстро я вот знаешь думаю стоит ли их пропускать опа свинка свинка копилка я только только про нее сказал это как так работает свинка копилка ну неплохо ах то норм сейчас мы победим и что она намного денег даст или она какая-то жесткая что с ним происходит покажите мне ее пытается сбежать смысле пытается бежать гасите гасите свинью что происходит о чем такая что такая серьезная а мы ускоренные адам ускоренный а почему она почему у нас бежала как с ней сражаться заблудившаяся свинка копилка а свинка копилка иногда теряется прибегает прямо во время боя если вам удастся сразить ее до того как она сбежит вы получите бонус награда других противников короче я понял логика такая свинка копилка приходит срать на всех бьем свинью все понятно так это все понятно теперь нам тот нужен идем а у нас даже жизни не потратились серьезно ну давай давай бей его это тоже мы сейчас быстро пройдем он один там понимаешь там их два было тут обчу да сражайся не обращай на меня внимание и все будет нормально я вот думаю может я бои буду пролистывать хотя не так быстро и в целом зачем их пролистывать то есть сейчас бои видишь в боях нету практически никакого смысла сейчас мы просто тратим время и наблюдаем как они дерутся как-то это все комментировать я даже не знаю есть ли в этом смысл зона на это я перейду получается но мне не надо это что такое коррозия фрагментума могут вызвать взрывы стола рона они связаны со стола рона внутри вас ладно так я уже заблудился так я отсюда пришел как тут все похоже а можно было как-то я не знаю разграничить по интересному чтобы это было туда нельзя а вот сюда можно и вон там что-то да а ну это с другой стороны вход получает получается так я я же все правильно понимаю по идее да все правильно и тут вообще никого нет открывай а а тут кто то есть 9 чашка давай эмили ничего просто просто зажми нос и пей правильно зажми нос это штука просто коричневая жидкость я просто не могу отвратительно а это ты которая кофе зачем пить так много кофе кажется ты любишь кофе зачем ей так много пить то ты почему тебя раньше не встречала не лезь не в свое дело чужак и у я кофе или нет тебе это не касается мне нужно спросить тебя куячу ты пытаешься побить рекорд по потреблению кофе ты откуда это знаешь неужели ты уже слышал историю той женщины чему я вообще удивляюсь людей с острова семян вечно не заткнуть только и разговоров про легендарные 11 чашек кофе лесли я могу сделать все что может сделать если более того я могу сделать это лучше чем она насчет лесли уясни пожалуйста что я эмили несмотря на то что мы с ней сестры я надеюсь что ты увидишь во мне независимую личность и не будешь ассоциировать меня с этой женщиной как все вокруг и родилась лишь немного позже и превосхожу талантами и навыками пока у меня есть такие же возможности я точно смогу создать свою собственную легенду на космической станции а если ходят слухи любительница кофе гений науки об этом все на станции усудачат почему ты у меня об этом спрашиваешь это специально если тебя из тебе так если тебя так важно знать правдивы ли эти слухи могу сказать одном да если истинный гений но если ты ждешь что я дам новый повод для сплетен или замысл замыслил что-то дурное то от всей души советую с этим завязать завязывать а вот и слона оставь меня и призами распространял если я вообще не понимаю нахера мы это делаем мужчины что у вас тут интересного ничего понятно о ты 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 как-то отличаешься от всех ты какой-то яркий так как будто не отсюда посмотри он как-то отличается мне только недавно нейросеть нарисовала похожего и я сейчас по посуда его вставлю смотри похож ну немножко немножко так ты кто я просто парень в противогазе да что вы тут столпились на кой хер вы тут стоите окно мне сюда наверно да потом вообще бежим нет ни в другую сторону а тут я чё забыл для чего мы тут собрались и о моё я где а мне точно сюда надо я что-то не понял знаешь чё я думаю ой да раз пришли чё время терять я вот так делаю и вот так я быстрей короче делаем упор нас на свинку копилку все сражайтесь я еще хочу просто в один момент остановить скорость и посмотреть как у сервал будет применять свою вот эту штуку бонусную а еще можно себя прокачать да вот это тоже стараюсь не забыть все будет нормально они просто иногда бывает забивают что ты о чем-то говоришь и потом внимание переключается ты уже акцентируешься на другом и все позабывал устройство управление а он сейчас поменяет нам верху да а а там пульта не было окей бежим просто ну если мы сюда уже пришли почему бы нет так ну смотри мы потратили я специально вот она вот все бросай все бросай все бросай все в жопу вас мы вас и так одолеем вы слишком легкие ребята бей свинью бей свинью все на свинью а я могу дать команду чтобы они все свинью били потому что свинья нужно мне интересно что за нее могут дать и насколько долго она может стоять вот я думаю что она будет находиться здесь трястись вот так как она сейчас трясется пока мы блин да ее часу бьют она уже пытается сбежать но сейчас убьют март так давай вот так беги и март пусть бьет и ты бей бьем все свинью все вообще отправляем все на свинью трать все на свинью ставлю на свинью во супер теперь смотрим что делает сервал жестко жестко вот это вот это так мы опять себя полечим риф это жриф называется гитарный риф правильно если если я правильно понял да не отпускаем свинью мы сейчас долупим так а что будет сильнее ну давай еще чтобы мы вот этих но я смог одолеть свинью все а ну или и мы тебя сейчас тоже быстро завалим все все свинку получил свинку получил она одна на всю жизнь это свинья на всю жизнь одна так мы получили достижение правильно правильно помойте свинку копилку в бою один раз а то есть можно ее и не один раз поймать а сколько 170 сундуков 380 что-то там много всего и я не хочу искать ничего про свинью но мы одолели вот скажи если нужно свинью бить постоянно делать на ней акцент такой то я буду это делать если это не нужно вообще это так чисто поприкалываться то то что ну короче напиши мне в любом случае напиши мне в любом случае чтобы я понимал надо ли отвлекаться на эту свинью или же нет это нам что даст правильно да вот все окей не знаю что мы тут должны найти но что-то найдем раз мы сюда пришли а подожди там спрятана внизу было точно прям какие-то а тут будут интересно загадки в этой игре типа вот это ходить что-то изучать разгадывать какие-то тайны это же будет интересно и занимательно так мы открыли вот этот проход о как раз нам нужна штука супер теперь мы берем вот это вот это конечно мы тут маневры устраиваем теперь мы идем сюда да так слушай так можно и запутаться но тут слишком все легко в целом поэтому запутаться будет сложно а это все ради сундука видишь а я бы не пошел ну нифига себе полученные предметы янтарь а ну давай себя чё там качнем там же это быстро в целом все делается авто добавление повышай о двадцатый уровень встречи путешествий ях материал опыта для персон материал опыта для персонажей можно получить 1000 очков опыта персонажа денег путешественника с неряшливым разрозненными заметками вам от него мало толку дань хэн читай скорее и выбора свой уже источник и что это откроется после завершения миссии окей и что и что как мне возвысить необходим уровень освоения 15 все приехали что за уровень освоения это вот этот зеленый который у меня пишется надо мной уровень и мне тоже это скажи прям вот прям сразу если до этого момента досмотрел в комментариях сразу что это укромном уголке участка устар устранения на полу обнаружено пылящиеся и тоскливо мерцающая карточка можно предположить что эта карта с особым доступом с изолированными углами поврежденным текстом не понятно пригодна ли она еще для использования под случайно преломленными лучами света можно с трудом прочесть слова тысячи звезд а это вторая вот еще мне в комментариях написали что этих карточек 3 чтобы вошли в покои герты ну или что там не покои цены на ее выбросили как музыка когда потерялся интерес похоже на то что сделал бы что 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 похоже на то что сделала бы герта но это от от ее комнаты прикол не не зря сюда пришли слушай нормально вот и получается да мне просто нужно понимать правильный я уровень про правильный ли уровень я думаю который надо мной появляется вот эта циферка сейчас у нас вроде бы 8 о жизни тоже не о здравствуйте я вообще не ждал тебя здесь увидеть друг ты как-то невзначай тут оказался ой 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 нет зачем зачем но ты его же можно с одного удара ну просто тратим 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 а мы теперь вообще везде можем проходить в герте ну нифига здравствуйте друзья а вы типа сильные раз вы охраняете я чуть даже ваш уровень и не глянул ну что-то вроде мы с вами нормально сражаемся нифига себе нифига чё они такие жесткие а их еще и два представляешь их еще и две волны а я не уверен что мы выигрываем интересно что будет когда я вот когда умрешь вот когда проиграешь что просто начнешь заново или или что нас ждет я просто я просто был не готов я же прокачал себя пела плясала вот понимаешь нам нужно писали мне написали в комментариях что еще можно взять белу плясалу она тоже очень хорошая и что нужно как-то чередовать что должны быть и разрушение и кто там еще и миролюбие и всякое всякое всякая прочая фигня в целом это сложно все вот это сразу понять и собрать себя на адекватную команду просто если брать пела плясалу сервал отлично сражается просто если брать белу плясалу то вместо кого вместо дань хэна только если потому что март она дает защиту без нее уже давно вы все померли это очень важно ну сейчас она гантэ полечит все у него щит хотя бы то есть нам нужны те кто будет нам нужны те кто будет все это все это финиш это финиш мы не выиграем короче смотри мой план такой что меняем на дань хэна она умерла вот это вот это да вот это да не знаю что теперь будет я понял все в свои руки беру все все беру свои руки а в руки то уже брать и нечего а в руки то брать и нечего вот это поворот вот это неожиданно но это все это в целом считай все какой бы не был сильный гантэ он тоже на грани гантэ полностью на грани и это не есть хорошо абсолютно еще пару ударов и и все еще еще нет нет я нажал прикол вы проиграли и я проиграл так и что получается рекомендуем уровень отряда уровне своих бросов слишком низкие уровне цветового конуса могут быть повышенными не персонажи то есть сейчас где вы меня вообще очутите ага так то есть мне нужно прокачать моих ребят ряд конуса световые но еще не сказали что в целом я могу всех качать вот сервал я бы качал сервал но сказали что пела плясала но она не бытие могут ослабить противника чтобы понизить их боевые показатели но это очень хорошо что делает плясала эрудит а это и вот это сервал большой урон по низким целям могут атаковать это она просто у нее скил очень крутой вот что дани хэн делает дани хэн охота наносить огромный урон по одной цели на себя основной урон в бою с элитными противниками то есть целом он нужен на боссе как я понимаю март даже не рассматриваем она отлично защищает ну и у нас супер вообще уровня этот подожди а мне еще если дал он нету так с цветовой конус усилить наложить нету так значит давай давай посмотрим световые конусы вот я конечно просто не ожидал я не ждал что все может настолько настолько плохо обернуться все так это есть чуть чуть-чуть ее улучшили что у дань хэна по световым конусом наложить нету что у тебя а вроде такого тоже нет подожди а где нам а а где нам нужно а где нам нужно прыжок вот может можно копили прыжок нет 6 почему не коп где где мы и про за что мне должны давать прыжки так теперь нам что нужно я думал что все мы вообще нас неостановимы небытие о ну вроде у нас было небытие нет не было короче дань хэн я тебе меняю на вот эту девах я сейчас качну мою еще по максимуму я муж творю дичь но что творю то творю повышаем уровень добавляй сразу девятнадцатый сразу девятнадцатый делай она наверное должна быть жесткая повышаем маришу делаю смотри что делаю встречи путешествиях что-то еще получил а ее тоже уже сразу возвысить то есть мы ее подняли сразу до двадцатого уровня сходу понял так теперь мне нужен отряд в отряд вот этот отряд дань хэн уйди и приходи белоплясал добавить все теперь у нас ганты в гареме в целом все пошли всем дадим люлей где вы ой подожди а это там было а сейчас мы им дадим люлей вот так ну в целом можно отправлять все бейте бейтесь делитесь что это в смысле это как уже проиграли это что за жесть почему они такие сильные ну все до свидания втроем какие бы мы сильны не были мы же мы же не выживем это же жесть какая-то просто я вижу смысл и вижу смысл прокачать март понимаешь чтобы она он смотрим что-то новенькое я вижу смысл прокачать март потому что скорее всего при прокачке ее она будет защищать лучше других в этом есть смысл но что-то вообще у нас либо сервал прокачивает но это просто жесть это просто какая-то жесть ладно бы это были одни противники они чересчур жесткие тебе скажу это вообще ненормально сходу у нас убили 1 другие каким-то чудом вообще держатся но они особо не справляются потому что сейчас их будет старая волна даже если не вот этого завалят там же еще как так то возможно мне сюда рано но понимаешь я же уже сражался с теми кто старше меня по уровню и все было нормально мы в целом вывозили а тут что-то не вывозится и непонятно почему хотя вот опять же мы попаял мы получили офигенный сундук ну понятно мы проиграли о но ребята не справятся мы получили офигенный сундук за то что просто там прошлись по вот этой загадки по мостам и ничего серьезного и видишь ну уровень освоения у меня еще не сильно чтоб я прокачал ганты дальше что же тогда нам делать потому что все мы проиграли мне сказали качать конусы но я не знаю уровень своих конусов слишком низкий уровень святого конуса можно чем не рассказываете возможно нужно какая-то нужна какая-то специальная вот кто они вот почему они на меня смотрят о о нет 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 отстань 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 не иди в жопу отсюда я в домике ушел ушел ладно не будем испытывать судьбу видимо нам пока на пока еще сюда видимо рано вот я вижу свинью ах ты а ну стой а ну стой я тебе сука я тебя догоню нет ах ты надо было стрелять марта где ты была почему в свинью не стреляла о вот этого здравствуйте опа потратил просто в никуда самыми на маленький робот выполняю сам обыкновенно функции отключай все мы сэкономили отлично наверно нам за это что-то в итоге дадут в этой потом так а что делает она умение я имели на такую противника посначала бы наносит случайно противнику ледяной урон 80 процентам от атаки меня лучше в этом плане сервал где она вот она а то так то конечно неприятно я думал что мы еще смотрим куда смотрим а у меня даже не осталось этих их давай обидно обидно что мы не такие сильные как я думал а было бы классно вот наверное я прокачаю о получили достижение наверное прокачаю кого-кого-кого блин да надо прокачать эту март чтобы она очень хорошо лечила всех одолеть ребятника периодически уроном в одном бою наверное это мы как-то сделали каким-то путем волшебным я не знаю даже каким тут ничего не нашли да а вот она фига себе чё одна свинья ну попробуйте а ее защищают каждый раз кто-то суши но тут опасно они какие-то жесткие я боюсь что мы не сможем просто ну пусть свинья это бежит я не вижу смысла на нее делать акцент как мы до этого сделали потому что противники какие-то тут могут быть жесткие в данный момент и ну их всех по свинье ударил он сам по свиньи ударил у ну нормально слушай фигач по свиньи я надеюсь подожди какое-то было событие что должны были дать кого-то вельта если я помню персонаж бель поросята что он а во время если не вы можете встретить свинку копилку сразить и до того как она сбежит чтобы получить награду свинку копилку в каждой зоне можно сразу сразить лишь раз если вы победите золотую свинку копилку пространство от площади звездный нефрит и вот что это она это мы как раз и прочитали точно свинка копилка я думал это ты раз понес из него выпадут монетки и и все будут счастливы а куда я вообще бегу мне вообще туда надо я немножко запутался куда мне вообще надо а он у меня сюда и кинь оказывается правильно по ей ударил ударил я первый ударил просто я очень хочу тут сундук теперь понимаешь у меня все у меня пунктик на этот счет я его хочу забрать я сейчас сру все деньги но я прокачаю всех персонажей по максимуму и пойду за этим ебучим сундуком он мы он принадлежит мне это мой сундук я его сука заберу просто конусы да мне не дают конусы я коплю 10 прыжков здравствуйте мужчины пропустите пожалуйста меня вы не говорите со мной не говорите так что у вас тут я могу подслушать да самодовольный исследователь мне осталось еще 10 тезисов дописать в статью но погодите вы меня раньше ни во что не ставили но когда я опубликую работу по этой диковине еще будете драться за то чтобы меня нанять это да и так всегда ламина мой дрожащий поклонник твое письмо получено вы самый заветный кумир капот и ни одним словом больше или ни одним словом меньше иначе фанаты могут сесть счесть это несправедливым для печати писем следует использовать в мозг золотого и серебряного цветов а затем поставить штамп с именем мастера капот и мой дрожащий поклонник твое письмо получено прости по прости я пересматриваю некоторые правила работы я тебе мешаю нет не стоит извиняться правила работы а я думал я на линга фон наткнулся правила работы углу как секретарь пока господина капота я отвечаю за его последств повседневные дела если моя личная набери небрежность нанесет ущерб его публичному имиджу у меня будут проблемы а почему ты молчишь я неправильно запомнил заполни запомнила не может быть или ты хочешь мне что-то сказать ты неправильно запомнила не пугай меня так и если я запомню запомню это неправильно я потеряю работу не может быть я пересмотрю еще раз если я снова ошибусь и в этот раз мне точно конец мне нужна помощь не надо господин капота почернул что его личные дела не могут проходить через чужие руки мой распорядок на сегодня помочь господину капота ответить на письма фанатов забрать заказанный обед помогла деть одежду ответить на письма второй группе фанатов забрать заказанный ужин ответить на письма третьей группе фанатов настолько плотный график что совсем нет времени привести дух как бы мне ошибок не наделать и это твоя работа я должна выполнять всю работу которую поручает мастер капота для секретаря самое главное за всем уследить объем работу может быть шире а границы размыты может быть это не легко но я верю что все придет с практикой это все что я хотел спросить когда я продолжу скажи мне если я буду тебе мешать так ну у тебя нет смысла о капот и исследователь 4 уровня буду будь то враги из бездны или люди с дурными намерениями пока я на космической станции я не позволю этим негодяям бесчинствовать на территории госпожи герты если кто-то хочет вступить на эту чистую землю землю науки то ему придется переступить через меня капоты что ты здесь делаешь как ты можешь мне помочь кто-то вообще такой помочь да похоже тебе нужна небольшая помощь а да похоже тебе нужно небольшая помощь и вижу беспокойство твоих глазах это эмоция которая возникает из-за страха я и я могу ее понять я устраню неуверенность в твоем в твоей душе это меньше что я могу сделать для госпожи герты ну же выложи мне все поведай мне о своей боли я утешу тебя конечно же это всего лишь психологическая помощь если ты испытываешь настоящий дискомфорт пожалуйста обратить врачу мне нужно спросить что кое-что скольких ты уже утешил я не из тех кто любит хвастаться надеюсь ты понимаешь но раз ты уж но раз уж ты спрашиваешь что я отвечу в конце концов моя задача помогает другим видишь горящие глаза фанатов вокруг нас это счастливые взгляды лучше доказательства утешения туман перед их глазами рассеялся теперь они могут видеть звезды теперь они могут страстно смотреть на меня в переносном смысле каждое твое движение тщательно продумано я понимаю что ты имеешь ввиду многие люди говорили подобные вещи раньше людей привлекает язык моего тела или может быть глаза меня это очень раздражает даже когда я стараюсь быть сдержанным и размеренным надеясь на не доставить неприятностей другим все напрасно может быть это глубоко внутри меня я не могу этого контролировать что ты думаешь о вторжении катастрофа настоящая катастрофа знаю многие из космической станции сейчас волнуются и разделяют разные взгляды на вторжение однако я вижу только испуганные лица своих поклонников хотя розы влажные от слез обладают особым ароматом под было бы концом света если бы их густой и сладкий аромат стал кислым от печали поэтому мне нужно оставаться непоколебимым и стать их путеводной звездой у меня больше нет вопросов есть ты все еще хранишь смятение в своем сердце пожалуйста приходи ко мне в любое время конечно ты также нам можешь написать мне мне придется мне нравится старомодное общение можешь отдать письмо ламини а она передаст его мне я с нетерпением жду встречи с тобой снова как и твоих писем нафига мы с тобой еще разговаривали что за человек такой утешит он меня себя утешь я справлюсь сам вы продаете этот поддержанный радиометр ответь ей она тебя спросила видишь а сколько вы предлагаете вот тут прям бартер пошел слушать прям торги какие-то сколько отвечай быстрей я теряю время я просто стажер и что у тебя денег типа нет тогда не продавай ей хотя может дать погонять смысле да мне тоже интересно я я я за нее в смысле вот так мы вдвоем на тебя будем напирать а можно к вам подсесть как насчет 50 кредитов честная цена блин да интересно только вы говорите побыстрее что согласишься нет 50 кредитов и на дороге не валяются она думает очень долго ну чего ты неужели так сложно определиться это много или мало отвечай чё молчишь то она не хочет чтобы разговаривать вот вот и вот и закончится разговор а так интересно было так тут же ничего не было да да так тут что-то у нас может валяться осмотреть чё это шкаф абсолютно пустой а световой конус который нахранился здесь исчез вы вспоминаете как орлан просил вас взять его во время кризиса теперь когда все закончилось пришло время вернуть его изначальному владельцу вернуть световой конус в шкаф то что было взято взаймы нужно в конце концов вернуть обратно даже если это обычный световой конус закрыть глаза и проститься с конусом подожди это мой конус который я прокачивал впереди вас ждет но еще много компаньонов что для вас значит один ничтожен световой конус называющий себя стариком исследователь ого юноша ты только что вернул световой конус обратно в шкаф зрение с возрастом становится ужасно плохим подскажи старику пожалуйста что за световой конус ты положил сюда это было украшенный драгоценными камнями световой конус стрела в сердце или световой конус аура властолюбивого короля а я в душе а а я а я не знаю давай не будем врать скажу что ни один неплохо неплохо старый человек знал что честность и откровенность твои добродетели естественно за это полагается награда этот украшенный драгоценными камнями световой конус стрела в сердце слишком прост для такого как ты а тот световой конус аура властолюбивого короля бескусен и претензиозен и конечно же не достоин человека с такими выдающимися талантами старый человек видит по тебе что ты не готов с этим согласиться так почему бы тебе не забрать обратно свой первоначальный световой конус и ведь именно так и хотел да 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 спасибо дед спасибо честное дитя я еще и правду сказал прикинь чтобы активировать умение нажмите иконку этого умения что а так это я путаю мне кажется что это мне дают gg почитать поймать венку купилку пространство один раз это тоже мы ее одолели получается и пределите тест на честность устроена таинственным исследователем вот понимаешь мы прочитаем да это достижение а как его заработать что с ним делать совершенно непонятно так это мы с вами разговаривали я уж думал я без конуса останусь у меня хоть он при мне да то он нормально так прокачан они хотели у меня его забрать вы чё себе позволяете так дела не делаются так и мне тут нужно с кем-то поговорить да у у поехали неземной неземной материал неземной материал изготовлен из особых оптических материалов при непосредственном контакте с формами жизни блок которому прикасаются будет освещен осветите все блоки чтобы превратить их физический путь вы можете использовать определенные блоки для телепортации когда вы наступите на один такой блок вы телепортируйтесь другому блоку того же цвета ага и что это что нужно было мне вот так пройти это типа какой-то тест ну забирай я на него давно глаз положил я все заберу что мне положено вы не сомневайтесь в этом я за я заберу все какой маленький текст так это мы тоже взяли вот здесь мы тоже сейчас все заберем какой там а можно кататься на машинках здесь хотя чё говорю откуда откуда тут такая возможность появится все вот туда как-то можно за вот что-то валяется а как туда попасть тут закрыто пока что а нет открыто странный голос прикол странный голос что-то повторяет вы идете на звук и внимательно прислушивайтесь кажется голос говорит о чем-то важном на вам удается понять только король может на космической станции найдутся какие-нибудь устройства переводчики вы замечаете желтую записку кто-нибудь может понять о чем идет речь моей авторизации недостаточной и поэтому я не могу взять невыносимую тяжесть и что как много всего на этой герте слушай я думал что пойдем уже на экспресс но тут так много всего да еще и настолько что хрен сообразишь что-то происходит хинкель что еще за слава интеллектуального состязания позор физическим нагрузкам неужели физический труд уже не труд сегодня я им всем покажу да покажи я обеими руками за внимание всему персоналу наша космическая станция герта переживает в настоящее время тяжелый период возрождения в битве с легионом некоторых наших коллег убили монстры их остывшие тела были выброшены в безмолвный космос кибератака перечеркнула многолетние исследовательские усилия поврежденные диковины и медленно распадаются в невесомости куда не брось взгляд повсюду ликуют разрушения а монстры бродят по нашим каютам независимо от того сколько ослепительных достижений вы добились в одиночку мы больше не можем позволить себе закрывать глаза на реальность мы должны задействовать каждого исследователя отбросить присущи нам предрассудки работать сообща чтобы вернуть утраченные диковины и отремонтировать поврежденные каюты я весь внимание если возражений нет я не има я не хочу больше слышать жалоб на физический труд и не хочу видеть как кто-то сваливает свою работу на других желающих принять участие в работе по поиску и возвращению диковин прошу против базовую зону и сообщить о своем намерении команде по сбору диковин действующие под руководством командира вы не миндэ желающих заняться ремонтом попрошу прямо сейчас подойти ко мне чтобы знакомиться с рабочим процессом обязательно всем участвовать каждый сотрудник рано или поздно должен взять на себя ответственность их космическая станция сейчас остро нуждается в ремонте я убеждена что нам понадобится помощь каждого и ведь тот парень который тогда тогда помогал в главной контрольной зоне еще лучше у меня для тебя особое задание 45 метрах от двери в это помещение повреждена дорога я выяснил что склад с боеприпасами на другом конце поврежденного участка заняла заняли монстры и боюсь обычным исследователем с этим не справиться не переживай разберусь да надо непременно отремонтировать поврежденный участок дороги и убрать монстров которые захватили конец дороги у меня еще уйма других дел как выполнишь это задание сообщи мне а так это я уже сделал ну так дорога отремонтирована еще вон туда нам наверно надо да мы штамм не были вот в этих каких-то местах не совсем понятная карта чтобы я прям мог соображать где-ка у монстры появились ой ой я забыл что у меня не хватает этих штук вот вот эти они какие-то легкие да видишь мы их мы их быстро валим но сундуки охраняют какие-то жесткие особенно те а их еще и две волны одну мы победим умрет один там два но мы победим а когда их так много но это вообще не невозможно я думаю что мы сейчас уже плавненько подходим к концу как раз сейчас узнаем на чем мы остановимся и завершим эту серию кстати а все ради этого я сюда просто добежал не забывай что у меня есть дискорд подписывайся на него и там можно поговорить о он кайстар рейл и поддел и давать мне всякие подсказки что тоже немаловажно а а малычок ты вернулся не говори ничего часто сосредоточусь и оценю твою работу существует задержка во времени в половину миллисекунды между звуком для левого и правого уха что указывает на то что источник находится положение на 3 часа или на 9 часов звук намного громче в левом ухе что подтверждает положение на 9 часов это означает что монстр в положении на 3 часа были уничтожены молодец я вот это мастерство всего-навсего определение позиции по звукам ничего особенного в отделе экологии герты ему каждый день имеем дела со всевозможными галактическими существами развитие такого рода способности это всего лишь часть нашего обучения у каждого исследователя на герте свои способности побольше общайся и тебя уже ничего не удивит любом случае больше тебя спасибо за вклад в герту вот оградок и рода я подавала заявку асти возьми спасибо то что так заботишься о нашей станции и пустяки не стоит нет как раз благодаря пустякам возрождение стало возможным ту пору когда я была еще неизвестным исследователем первые люди которые не пожалели усилий для строительства космической станции герта однажды сказали мне эта вселенная враждебная бескрайне и и темно вселенная а ясно и в этой необъятной вселенной бесчисленное множество глаз смотрит на герту и у всех свои намерения кто-то жаждет завладеть ее диковинами кто-то заведут ей ее нейтралитету и свободе кто-то придирает ее и относится к не как к пешке которую можно уничтожить и растоптать когда вздумается наверное только мы исследователи понимаем что когда-то она принесла нам радость печаль озарили и многолетнюю дружбу именно поэтому мы готовы отдать все что ее чтобы ее защитить вот уровень освоения 8 а нам нужен 2 20 нифига себе это же это же много а у нас не 20 взяли открыли вон там герта и конь так идем герте а вот да я понял так 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 а можно побольше вот такого это прям вот это мне нравится и нам нужно срочно поднимать освоение хватит все время пялиться на мою куклу думаешь ноздри у тебя такие уж прекрасные но кто виноват что ты такая мелкая я что-то ни при чем а ты сильный но вот его мы одолеем смотри вот его мы одолеем я тебе отвечаю его мы сможем одолеть это уже не первый раз мы еще и прокаченные видишь уже минус один так что вы такие сильные мы не одолеем его да не это не серьезно это дичь какая-то мы же уже сражались всеми у кого 16 уровень вот с таким же конем мы сражались она не не были так настолько сильными просто ну все это это жопа одна сервал не справится то есть мы уже два сундука не можем взять уязвимость и там много уязвимостей каких-то показано вот мне интересно из за того что мы так часто помираем мы что-то нам мешает ремонт косметика станции ведет везде идет ровным ходом и базовый зоне и на перроне несколько исследований с определенными трудностями узнать у них что случилось это нам куда идти нужно в главную контрольную до это мы успеем сходить я хочу забрать вон тот сундук так качаем качаем марта она должна всех защищать конусы мы вроде новый не не брали правильно насколько я помню не брали короче все херачу в март я долго думал всю серию думал и решил что лучше в март дань хэн не поможет аста герта тут видите что надо смотреть на разрушения на вот эти вот гармонии эрудиция а она не прицеливается издалека вот то есть разрушение вот дань хэн нужен а получается вот есть такая есть такая она тоже ледяная это на это же нормально я вижу там вверху они моргают я сейчас приближу вот смотри вишь моргает а теперь моргает снежинка вот так это работает ну качаем короче значит март повышаем добавляем до 10 уровня нормально а то на самой слабой у нас было но надо же что-то менять короче сонари и сейчас проигрываем просто бежим куда нам нужно и и все и на этом и закончим как раз а серия стабильно выходит как и положено я надеюсь что что-то получится хотя далеко не факт видишь они все равно сука сильные у меня ганты прокачан практически до максимума нет это нереально они все жесткие раньше просто был жесткий только один босс а теперь жесткие они все это нечестно мы хоть и прокачали видишь но недостаточно а он еще и вырубил март ко всему прочему ой все понятно и и какой мне нужен уровень вот объясни мне еще как я должен определять он 16 уровня а я какого то есть если это уровень освоения то есть если я восьмого уровня мне нет смысла бежать на него ну до этого это срабатывало мы их побеждали теперь мы не срабатываем помню про световые конусы говорит но световых конусов мы не получаем я не хочу просто тратить световые конусы вот эти я я хочу экономить я хочу получить 10 прыжков чтобы сэкономить можно использовать герат радио на так давай перейдем сюда центральный проход а нам нужно как раз наш торговец наверно вы шиц и наверное на этом мы и остановимся акта у мужчина с пышной прической а давай с тобой напоследок говорим как же все бежит безжизненно и однообразным все одинакой форме это не что иное как средство для уничтожения индивидуальности исследователей а какая-то прическа что это еще за неформал где-то себе такую где-то себе сделал такую прическу да здорово у тебя неплохой вкус этими нюансами я пытаюсь выразить свое отношение к установленному на космической станции дресс-коду милирования слишком сильно замаскирована получилось бы боб-каре слишком утомительно для глаз побриться на лысо стыдоба а эта прическа в самый раз объединенные и пышные кудри полной энергии когда ты их отбрасываешь ладно ладно по правилам я не должен обращать общаться с лицами не являющимися членами ассоциации непобедимых во всей вселенной ядерных боеголовок но я ведь с тобой разговаривать сейчас первый раз на будущее если не получится состыковаться биотоки наших мозгов не стоит тратить друг на друга время вот так но вот это вот шевелюри мы раз и закончим с тобой эту серию надеюсь тебе понравилось это видео подписывайся на канал оставляй лайк и комментарий делись этим роликом с друзьями ставь колокольчик чтобы не пропустить новое видео скоро увидимся всего